К нашему эфиру присоединяется Юрий Белоус, адвокат, который занимается сбором доказательств военных преступлений России против Украины. Юрий, приветствуем вас в эфире Freedom. Добрый вечер. Добрый вечер, приветствую вас. Юрий, на каком этапе создания специального трибунала для России за преступления против Украины? Это достаточно такой небыстрый процесс, но вместе с тем его развитие, оно имеет очень важное значение, особенно на фоне недавних событий. И знаете, с чего хотелось бы начать? А давайте поправим вот эти данные, которые мы только что давали по настоящему времени, которые приводит медиа в настоящее время, потому что нас же слушают люди, которые являются российскими гражданами, которые живут в России, допустим, или которые находятся в самых разных странах мира. И для них там в настоящее время это, наверное, какой-то очень авторитетный источник информации. Я бы сказал, что когда они говорят, что приводят цифру 170 тысяч, а потом говорят, что 140 тысяч плюс этих преступлений, это там какое-то применение незаконного вида вооружения и так далее, что они делают в этой ситуации? Они берут, просто переписывают наш уголовный кодекс, название этой статьи и то, что эта статья означает. Огромное количество преступлений России в Украине – это убийства, целенаправленные и конкретные, нарушения правил войны. Это атаки на гражданские объекты, на дома, на больницы, на школы, на государственные учреждения, которые не имеют никакого прямого отношения к войне и не являются ни объектами военными, ни объектами двойного назначения. Россия специально это делает, атакует эти объекты, уничтожает гражданское население, издевается над военнопленными и так далее. Поэтому вопрос того, какие это преступления, нужно не только выходить от названия статьи, но еще от широкого перечня того, что написано в Женевских конвенциях и то, что Россия в этой войне нарушает. Это очень важно сказать. Это первый момент. Второй момент. Настоящее время говорит о том, что обвиняются там 700 человек, правоохранительные органы Украины, обвиняют 700 человек российских в совершении этих преступлений. Это тоже не совсем так, потому что около 700 человек обвиняются в совершении, в подготовке, в ведении планирования агрессивной войны и в пропаганде войны. Это министры, это депутаты Российской Федерации, это сенаторы, это пропагандисты, это и наши беглые, которые там находятся по типу Царева, журналисты по типу, в кавычках, по типу Скобеева и так далее. Это чисто за одно, за два преступления, которые не являются именно военными преступлениями. Это пропаганда войны и это агрессия. Поэтому это совсем другая история. Это с чего важно начать, для того, чтобы растолкать немножко эти общие данные, которые могут вводить в заблуждение. Что касается специального трибунала за преступления и агрессии. Завтра в одной из балтийских стран будет проходить 12-я встреча. 12-я встреча этой группы, основной которой занимается вопросом создания специального трибунала, который будет судить не депортацию детей, за которую можно судить в Украине, за которую может судить Международный уголовный суд в ГААГе, который выдал ордер на арест президента Путина и Марии Львовой Беловой именно за депортацию детей. Специальный трибунал за агрессию – это трибунал, который должен быть создан за одно преступление, за подготовку, планирование, развязывание и ведение агрессивной войны. То есть, простым языком, нападение России на Украину и начало, продолжение, а до этого подготовку и планирование этой войны. И этот трибунал должен быть создан сегодня потому, что в мире нет механизмов, как наказать президента Путина, который сейчас у нас на экранах, за именно преступление, агрессию за начало войны, за депортацию детей, он с этой дамой, Марии Львовой Беловой, на них ордеры на арест есть. Одно другого не отменяет, одно другого не заменяет. Не было бы войны, не было бы и депортации детей, не было бы этих сумасшедших цифр военных преступлений, которые сегодня новые и новые обновляют и фиксируют наши органы власти, а именно офис генерального прокурора. Поэтому группа работает, 12-я встреча, они сегодня уже вроде бы как подходят к тому, чтобы готовить уже соглашение о создании этого трибунала. У нас там поддерживает Совет Европы, под эгидой Совета Европы ведется работа по созданию трибунала, потому что если у зрителей возникнет вопрос, ну, ребята, что вы делали два года, уже три практически года прошло, сколько можно создавать, давайте на него тоже мы можем спокойно ответить. После Второго мировой войны мы неоднократно в эфире об этом говорили. За преступление и агрессию никого из президентов государств не судили. Такого суда сегодня, который мог бы осудить президента Путина, ввиду того, что он действующий президент, у него есть иммунитет, такого суда в мире просто нет. Даже Международный уголовный суд в ГАГе этого не может делать, в отличие от преступления и депортации детей. Поэтому должен быть создан этот суд. Все эти три года, с самого начала, с февраля-марта 2022 года, велась и ведется, и продолжается вестись, это широкая дискуссия над тем, каким должен быть этот трибунал. Потому что ключ к решению вот этой проблемы – наказание за агрессию. Ключ к решению проблемы – забрать их активы и передать их Украине. Там эти сотни миллиардов долларов. Ключ к решению этих проблем, помимо права, помимо юриспруденции – это, безусловно, политика. Политика всегда здесь вместе. Она всегда идет нога в ногу с юриспруденцией в таких вопросах. Поэтому длинная, широкая, глубокая, самая разная, с самыми разными аргументами дискуссия велась и продолжает вестись о том, каким должен быть этот суд. И в конечном итоге нам нужен суд международный. Ни Печерский, ни Окружной, прости господи, бывший суд города Киева или что-то в этом духе. Нам нужен суд международный. Ни внутренний наш, ни внутренний, условно, какой-то польский, или латвийский, или литовский. Международный суд от лица международного сообщества, который создан для того, чтобы наказать преступление агрессии. Вот на этом ведется работа. Чтобы он выражал волю, интерес международного сообщества, он должен себя включать больше, чем 2, 3, 4, 5 государств. Сегодня у нас там 40+, вроде как 44, 44 около того, членов Совета Европы 46. И нам еще нужно тут добрать. То есть работа ведется над тем, каким может быть трибунал. Ну и, конечно, я думаю, что вот этот договор о создании этого трибунала будет открытым, и государства, не только европейские, а самые разные из других континентов, могут подключаться, подписывать этот договор, подключаться к созданию и к работе этого трибунала. То есть работа ведется. Я был в Швеции 2 недели назад на адвокационной встрече в Министерстве иностранных дел. В том числе мы говорили о создании специального трибунала на всех площадках от наших политиков, дипломатов, от адвокатов, юристов, представителей гражданского общества, правозащитных организаций. Всегда одна из первых и главных тем – это создание специального трибунала. Ну, конечно, есть страны, которые всячески с нами и за нас. Это Балтийские государства, та же Швеция, которая самыми разными путями помогает в силу своих возможностей, в силу своих ограничений. Ну, в Швеции, например, они, конечно, работают, и они отмечали тяжелую работу нашей делегации, которая действительно много вкладывает в эту работу, в работу на создание специального трибунала. Поэтому этот вопрос звучит как часть, как составляющая справедливости, которую хотим, я уверен, мы все с вами. Это осуждение тех людей, которые придумали, решили и начали эту войну. Главный человек, мы понимаем, кто это. Это президент Путин. Да, судить его будет непросто. Его нужно будет посадить на скамью подсудимых, потому что, опять же таки, опять же таки, он у нас с иммунитетом, для него специальный суд нужен, и заочно, а не судить. Ну, пока, во всяком случае, в такой рабочей версии вопрос заочного осуждения не ведется вроде бы как. Хотя есть разные мнения, там говорили даже такие серьезные, скажем так, специалисты о том, что возможно и так стоит сделать, но пока этого нет. Поэтому он должен быть на скамье подсудимых, для этого суд должен быть, должен быть выдан ордер на арест, он должен быть арестован и посажен на скамью подсудимых. И в предыдущем сюжете перед моим включением говорилось о группе, которая работает в ГААГе с Евроюстом. Вот эта группа наших прокуроров, американцы поддерживают, Евроюст поддерживает, и еще ряд государств, они работают уже сегодня, несмотря на то, что специального трибунала еще нет, он еще не создан, все равно ведется работа, встречи, делегации, поездки, заявления, как завтра, например, они заседают с утра, по-моему. А доказательства, работа над обвинением, над документами, которые будут уже процессуальные документы, я имею в виду, в рамках судебного процесса, представлены на этом трибунале, она уже ведется, уже длительное время, и офис штаб-квартира в ГААГе, и там эта работа ведется и продолжается на сегодняшний день. Вот поэтому много разных, много параллельных путей, работа ведется, несмотря ни на что, скажем так. Юрий, ну давайте, вы уже вспомнили, да, некоторым образом, то, что будет завтра происходить, в частности, в Риге, в столице Латвии, 22 ноября состоится встреча международной группы по созданию спецтрибунала для России за преступление и агрессию, об этом сообщает Министерство иностранных дел Латвии. Это будет уже 12-е заседание, председательствовать на встрече будет заместитель главы офиса президента Украины, откроет ее руководительница МИД Латвии, Баеба Браж. Прогресса в этом вопросе долгое время не было, главным образом из-за того, что Киев выступает за создание международного трибунала, то есть на базе международной организации, на западные союзники за так называемый гибридный формат, когда трибунал происходит по украинскому законодательству, но с поддержкой международных партнеров. Юрий, как вам видится решение вот этого вопроса? Да, потому что, ну мы понимаем, что для Украины важно, чтобы международное осуждение, да, произошло по отношению к тем преступлениям, которые совершает сегодняшняя путинская Россия. У нас было три пути. Три пути, по сути, первые, два основных, это один, представьте себе, как это было легко сделать. Это Совет Безопасности ООН. Именно там, где сидит Россия. То есть там они могли просто сесть, принять это решение, все, специальный трибунал создан. Примеры в истории у нас есть Международный Трибунал Югославия, Международный Трибунал Руанда. Полномочия у Совета Безопасности, ну так вот мир сложился после Второй мировой. Полномочия прописаны в Уставе ООН. Создано было два трибунала, как мы с вами знаем, там трибунал по Руанде, там около, по-моему, 100 плюс. Людей осуждено. Трибунали по Югославии вроде чуть меньше, но, во всяком случае, они были созданы, они работали, а это уже исторический факт, и все, и то, что там происходило, это уже наследие международного права, оно там получило свой толчок и свое развитие. Это и геноциды, и преступления против человечности, и военные преступления, все там рассматривалось. Это было сделано за несколько месяцев. Вы представляете, как это просто, на самом деле, можно было бы сделать. У нас Совет Безопасности ООН закрыт, мы понимаем, сидит Россия. Второй был вариант, это ООН. Генассамблея ООН, мы с вами говорили много раз, что, возможно, соглашение с Генассамблеей ООН подписывает, этот господин, который ездит в Россию, Гутьерреш, он подписывается, голосование, и там вопросом, сколько наберет стран, сколько будет поддержано. Это тоже путь, который давал бы возможность этому трибуналу быть международным, соответственно, иметь возможность раскрошить, скажем так, иммунитет президента Путина, к примеру, как президента. Но этим путем тоже не пошли, потому что в тот момент была дискуссия, потому что мы говорили, давайте нам вот здесь, нам не нужна гибридная справедливость, как нам предлагали, давайте вот сделаем так, в ООН вариант хороший, обсуждался достаточно активно. Что нам предлагали там страны Большой Семерки, некоторые, те же Штаты, кстати, та же Британия, они говорили, а давайте вот гибридные, вот встроенные внутреннюю систему Украины, и тут же встал вопрос, еще и президент Зеленский говорил, что нам не нужна гибридная справедливость, мы их, поэтому, это был такой отсыл, его как бы удар в сторону этих предложений по созданию гибридного трибунала, он в ГАГе выступал, поэтому, та дискуссия вот точилась в том формате, и вот родилось другое решение, когда Совет Европы с Украиной ведется эта работа, вот поэтому мы не получили Генассамблею, договор с ней, с ООН, мы не, соответственно, мы не взяли на себя эти вопросы создания внутреннего какого-то трибунала, у нас и Конституция запрещает, которая во время войны не может быть изменена, нужно останавливать, прекращать военное положение, там много разных вопросов, чрезвычайные суды у нас не допускаются в стране согласно Конституции, и если бы он был внутренним, вопрос иммунитета Путина, он бы просто не стоял, потому что государства не могут судить президентов друг друга, это такой принцип суверенного иммунитета, и поэтому вот родился третий вариант, третий вариант, который должен быть международным, и у которого уже сегодня есть признаки международного однозначные, потому что там не одно государство его создает, а создает несколько десятков, оно не является частью какого-либо государства, либо частью украинской внутренней судебной системы, вопрос международный, и вопрос теперь от какой цифры мы можем исходить, сколько государств его будет поддерживать, чтобы сказать, что это воля международного сообщества. Международный уголовный суд в ГАГе, тот, который выдал ордеры на арест президента Путина, Львова Беловой, Шойгу, Герасимова, который постоянно действует и судит людей, не там, где государство, там, где люди, вот когда его создавали, было 60, 60 государств, то есть это треть от общего количества членов ООН, а мы 193, 60, у нас пока там 40 плюс по этому трибуналу, вот работа ведется, ну и вроде как, вроде как продвижение вот последнее время, последнее время есть. Тонкости внутренних разговоров не знаю, да и наверняка много, много кто об этом знает, вряд ли, но вот движение есть, и вот какая-то, уже какой-то модели подошли. Подошли. Благодарим вас за то, что вы присоединились сегодня к эфиру Freedom, как всегда, очень содержательно. Юрий Белоус, адвокат, который занимается сбором доказательств военных преступлений России против Украины, был с нами на связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.